Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да, у меня совсем эти проблемы сегодня возникнуть не должно И на такой замечательной ноте давайте продвигаться вперед И первое, что мы перед собой видим Это довольно неприятную картину Перед нами лежит то ли какой-то спящополченец с факелом То ли узу мертвый Не понятно на самом деле Но он нам подсказывает о предстоящей опасности Так что уже стоит быть готовыми к этому Давайте наложим на себя небесный щит в таком случае Ну и стоит нам только пройти вперед Как на нас нападает призрак Да, ну противник, знакомьтесь Выглядит так же как призрак из шестых героев Ну и учитывая то, что на первом этаже Мы встречались со скелетами и упырями То он, наверное, нас стоит уже с призраками познакомить В принципе так все противники На самом деле они не очень сильные, как видите Нет, тут стоит эта духовная броня Мне тут даже ни разу не пробило Добилось нам тут в бестиаре нового сведения Об этом привидении Посмотрим хотя бы как оно у нас выглядит И какие у него параметры примерные И как видите у привидения у нас 580 здоровья Защита, защита, защита Вообще никакая Но по идее у этих привидений очень хорошая защита от магии Так что это стоит иметь в виду Ну а что по заклинаниям У него есть единственное только заклинание Это призрачная стрела Так что это для нас не слишком-то опасно С другой стороны В этой подземелье могут встречаться такие противники Как жуткие привидения Которые будут этой стрелой биться очень сильно Так что Этого уже стоит бояться Эти привидения будут являться Более слабой разновидностью призраков Которые есть Рядом с руинами У Сарпигали у моря Они там уже будут колдовать паралич И у них уже будет заметно больше здоровья Ну мы с ними еще обязательно познакомимся Пока что давайте открывать этот секретный проход Где мы находим побольше зелий всяких разных полезных Лечебных 950 золотых И давайте сейчас мы познакомимся С еще один противником Который нас встретит как раз за следующим поворотом Перед ним мы выпьем несколько бутылочек магии И ребята знакомьтесь Это у нас ненасытный упори Это уже что-то новенькое Это уже не какие-то обычные упори Это даже не жуткие упори То есть это не какая-то там опытная разновидность Это новый противник И что самое главное Он будет довольно-таки крутой И у него будет очень хороший дамаг То есть можно сказать это своего рода аналог Призраков у заброшенных руин Только это будут уже более крутые упори Начинающей команде на них лучше всего поначалу не переть Потому что они вас вынесут просто как тузи грелку Лучше будет перед ними подготовиться На самом деле зря тут наложил решительность Уже в торопях Да ладно Это бывает Сейчас мы полностью покосуемся Какими-нибудь полезными заклинаниями Чтобы нас тут особо не били И возможно стоило даже Кому-то Выстрелить Тем же порывом ветра Потому что эти упори вполне могут Этим заклинаниям отталкиваться назад А сейчас рискую получить Эти улюлей И после этого уже придется Перенакладывать свою духовную броню Это уж точно Так, одного из них давайте все-таки толкнем После этого накладываем на себя Эту духовную броню Все, как видите Очень хорошо работает Такое заклинание Как камни кожи и блоки У наши танцующие с клинками Так, и забывай опять же Одного из них оттолкнуть назад Ну ладно Они у нас иммунок яду Так что мы на них ядовитое облако Накладывать не будем Так, затем Салент Не знаю Наверное пока что никого лечить не будет Он просто толкнет одного из них назад Причем даже с критом Так Очень хорошо то, что Суков одного из них оглушил И теперь пришла сама очередь Лечиться Пришла, вернее Так, одного из них давайте пробьем С помощью нашей огненной стрелы Бежевая наконец-то хоть кого-то убивает Этим заклинанием Остается только один такой упырь И неплохо было бы наложить Очередную жуткую мембрану Дальше Камни кожи И продолжаем его забивать Все, как видите Не такие уж сложные противники Если иметь при себе должную подготовку Хорошие бафы Против жуткой мембраны Она здесь очень хорошо помогает Так, ну и да Желательно, чтобы наших магов Тут особо никто не бил Так что лучше тут На всякий случай Наложут на себя Духовную броню Но, как оказалось Этого даже Могло бы не пригодиться Потому что бежевая Спокойно добила Ну и что эти упыри здесь охраняли? Охраняли здесь Какой-то труп паука Судя по всему Который воткнут меч И здесь у нас Находится переход На третий уровень И учитывая то, что Здесь находились уже такие Казалось бы Мощные противники То нам уже Лучше пока не спускаться Потому что там их будет еще больше На самом деле Учитывая нашу подготовку Мы вполне с ними Могли бы справиться Но, не знаю Пока что я этого делать не буду Потому что у нас пока На очереди еще есть Матбат тот же самый Так, неплохо было бы Наложить на себя Шепчущие тени Потому что Припоминаю то, что Где-то рядом находится секрет По-моему даже здесь, да Открывает он Спуская на шатан Сучит с клинками Наш ползучий хаос И здесь у нас Известная вещь Имперская булава Давайте посмотрим Что мы сможем уже выбросить Уже пришло само время Этого стола Жидать от такого подземелья Как затерянный город Где ваши рюкзаки Наполняются очень быстро И это у нас Морозящая имперская Булава дыхания шаласа Ну, могла быть Конечно полезна Если бы Это казался все-таки Какой-нибудь кинжал С урона по всем противникам А так нет уж Извините Наверное, эта булава Отправится в лес По-моему Бежевая У нас булавами Пользоваться не умеет Так что Придется, наверное, продавать Все-таки Другой же стороны Я думаю Имеет уже смысл Надевать Темное имперское копье Дыхание шаласа Чтобы Оно было хотя бы Более крутое Чем то, что было у нас надето Я его, по идее, снимал Только для того Чтобы у меня не было проблем С тем же сном Чтобы Может было накладывать На противников И потом Они спокойно спали И тем же ударом Копьяни Не присыпались Хотя, конечно Потом это может быть Неполезно Потому что Следующий бой К тому же Сном придет Пользоваться Так, дальше Неплохо было бы Вызываться Еще одно Какое-то Дешевое вещички Кажем Вот этого шлема Так, кинжалы Ну, тоже, в принципе Недорогие Давайте выбросим И что у нас здесь Примитивный амулет И Прятский доспех Да, как видите Цена у них Все-таки повыше Заметно Чем у наших кинжалов Так Открываем дверь И что у нас здесь Еще одно привидение Даже два Ну, одно из них Правда, находится Где-то сзади А то, что находится Спереди нас Оно будет нас уже Атаковать Своим призрачным стрелой Ну, как видите С духовной броней Противники не такие сильные Их можно особо не бояться Это у нас добивает Суков На следующий добивает Опять же Нашу нацучу с клинками Опять же Обновились сведения Об этом противнике Посмотрим, что еще Нового появилось Теперь Нам стало доступно Сведение об уклонении Теперь у него уже Уклонение 91 Да, это было, конечно Приятно знать Потому что такие противники Могут уклоняться Очень хорошо Все-таки это призраки Стоит от них ожидать И что у нас здесь Великое зелье здоровья Может быть, конечно, полезно Хотя бы за свои цены Так что Давайте сейчас мы определимся С тем, что мы будем выбрасывать Опять же Выборы-выборы Выбрасываем, значит Эту Дневную мантию И забираем с собой Это зелье Которое потом отправится У нас на продажу Так Ну, вроде же Общурить тень у меня По-прежнему действует Ну, секреты так Ни одного не обнаружил Соответственно Тут уже все посетил А дальше Будет бой Довольно-таки неприятный Перед ним уже стоит Как-то подготовиться Так что Давайте сейчас Мы наложим на себя Такое заклинание Как духовную броню Камни кожу Решительность Даже пригодится Жидкая мембрана Дальше Что еще будет полезно Чит ветра Может быть даже Защита от магии воздуха И огня Если она у меня есть Она у меня есть Защита от магии И неплохо было бы Также подрядиться Средним зелем ман Ну, а без живой Думаю, хватит даже Обычного Давайте как-то так и сделаем И пройдем чуть вперед Да, стоит только пройти Чуть вперед Как на нас тут уже Сразу нападают Абсолютно все И разбойники И опытные маги И нас тут еще Решили окружить Эти ветераны Капитанов ополчения Да, интересны, конечно Такие названия И, как вы понимаете Да, здесь уже Такое заклинание Как сон может пригодиться Но пока что Мы их трогать не будем Они там пускай спят Мы занимаемся Лучшим магами Сначала блоки у нас Будет снимать Наша бежевая Или Нярука Если честно Уже начинает путаться А бежи Нас тут Начинают расстреливать Эти разбойники Так И другого Ветераны ополчения Давайте усыпим Все Пока они у нас спят Мы будем сейчас Заниматься разбойниками Будем их расстреливать Можно даже Заклинаниями Какими-то пользоваться Скажем Бежу Вот есть Огненная стрела У Салент Чуть послабее Есть Огненная Ну а дальше Будем расстреливать Наверное Тем же луками Могут нас конечно Отравлять такие заразы Ну у нас в случае чего Есть отравление Ой Лечение отравления Так что Мы вполне можем Залечиться от него И Приниматься За тех же ополченцев Так вот Думаю Сейчас уже Имеет смысл Снять себе То самое копье Которое когда-то надевал Очень хотелось бы Надеяться на то Что мне потом уже Достанется какое-то нормальное Без урона По всем противникам Так и что мы делаем дальше Ну И думаю стоило ожидать Потому что одного из них Мы будем сейчас бить Хотя с другой стороны Мы все равно ударим по всем Потому что у нас есть кинжалы Которые Бьют Сразу по всем противникам Так что наверное Стоит Этот кинжал Хотя бы на время снятия Надеюсь какой-то другой Скажем такой Ну на время этого боя Так дальше Сухов Неплохо было бы на самом деле Броню пробить Так он накладывает На всех боевой дух По сути пропускает Кот на этом Так теперь давайте Снимем ему броню Да уж забывай о том Что они могут Нас даже оглушать И делать даже Такие вещи неприятные А мне это даже До успеха у бога Так не стоит Придется накладывать Так Саня-то оглушен Ну Блин Ну то потом Свой опыт не получил Хотя вроде как Уже пришел в себя Вот это конечно Было подло Своей стороны Ничего не скажешь Сален тот ищет роль Так ну Снова пробиваем Ему броню Наверное Я все-таки Тут уже не буду Тратиться На Как это заклинание Называется Решительность Так пробьем Этого полченца Кстати на него Тут уже накладывается Сон Это хорошо И теперь уже Можете были Снимать на все заклинания Чтобы бежа Уже наконец-то Пришла в себя И Сухов Можете добивать Вот как бы и все Дополнились новые сведения О том же ветеране Ополчении Давайте посмотрим Где он у нас Сейчас я уже не помню Погодите Вот Ополчение с ветеран Вот Капитана Ополчения Угу Ну поедену уже показалось Нам полностью Нам уже стало доступно Сведения о том Какие у него будут Сопротивления У него есть хорошее Сопротивление К воздуху И к свету Ну что ж Окей Посмотрим Какие вещи Они нам тут Надропали Эти в принципе Не слишком дорогие Насколько я понимаю Несмотря на то Что у них Цена такая вот Первоначально Довольно высокая Шверослужители Это тоже То же самое касается А вот эти доспехи Хотя погодите Они даже дешевле будут Так что наверное Эту сверу Я все-таки возьму Ну за место чего Интересно Тот же шлем Довольно дороговато Ну за место Тон кинжала Значит И За место вот этого Головного убора Всего лишь на Оду единицу защиты Давайте посмотрим Сколько там Мне в итоге До золота Да Всего лишь 39 То есть видимо 10% снимается Да Это приятно знать Эту сферу тоже заберу Она довольно дорогая Вот эта пускай Тут все остается Вижу тут также Один какой-то сундук Которым находим Примитивный амулет Хотя возможно Стоит его так Тут и оставить Заберем как-нибудь Потом На обратном пути Если конечно Еще не забудем Так Ну больше тут уже Никаких Мешочков нет Которые дропаются С противников Ну может быть Я все-таки Что-нибудь еще выброшу Все-таки Мне не хочется Тут забывать Один какой-то Оставшийся предмет В этом сундуке А я обязательно Его забуду Так вот Кстати говоря Давайте сейчас Мы поменяем Эту шерстяную мантию Это у нас Более дешево Ее может Будет кому-нибудь Скажем Либо передать Либо вообще Ее выбросить Так Это одинаковое Это пускай Защитит и поменьше Но зато есть Какие-то дополнительные Параметры Так что да Давайте Наверное Это все-таки Выбросим Остальные предметы У меня довольно-таки Дороговатые Или погодить Ну да В принципе вполне Такая нормальная цена И примитивный амулет У нас стоит 111 золотых То есть уже Как видите Цена заметно выше Все Давайте на такой Позитивной ноте Поскорее покидать Это подземелье Уходим обратно Морскую гавань Именно здесь У нас находится Переход в этот город И там мы будем Распродаваться Всякими ненужными вещами Которые у нас Накопили за это приключение Ну что ж, ребята Разобрался наконец-то Со своими ненужными вещами Закупился Несколькими новыми зельями Скажем Зельями магии По-моему Еще купил Несколько зельей Процветления И противоядий И также Приобрел Такое заклинание Как воскрешение Которое Может нам помочь В случае Если вдруг Живую кто-то вырубит И, кстати говоря Бежевой Я тут еще проверил После выхода из магазина Как мне тут обстоит Ситуация по навыкам Нашу салли Теперь нужно поднять Магию света До уровня мастера И тогда, получается Сможет получить Такие заклинания Как воскрешение И общее лечение И это, получается У меня будет уже Второй елекарь Который может В случае чего Нашу бежевую поднять Ну, прежде всего Мне придется заклинуть Обратно в эту церковь Кстати, неплохо было бы Еще заклинуть Там какую-то культницу Починить свою броню Да, мастер магии света Пожалуйста Отдаем это саллинту В распоряжение У него теперь уже будет Более сильная Хотя бы Духовная броня И теперь уже пришло Самое время Выучить какие-то Новые заклинания Для того же саллинта Выбираем воскрешение И лечение отряда Пожалуй, все На этом у нас Деньги опять же заканчиваются В общем, мы тут уже Ничего нового не возьмем Можно было бы, конечно Взять это заклинание Для бежевой Если у него нет Я уж не помню Брал ли я его А я не брал Так что, получается У саллинта Будет и лечение отряда И регенерация Хотя, по идее Регены есть У бежевой Так что, это не так страшно Общее лечение у нас В любом случае есть Правда, бежевой Оно будет Первоначально Не такое сильное Ну, вообще, ладно Правда, это уже Хотя бы то, что У одного из них Это лечение будет Так, и дальше Что я хотел сделать Да, точно Почитить броню Посмотрим, что нам тут сломали Сломали нам тут шлем Теперь у него Всего лишь одна единица защита Все остальные параметры Слава богу, на месте Ну, еще да Давайте сейчас Мы быстренько сходим к кузнецу После этого будем продолжать Наше путешествие По заброшенному городу Или затерянному Уже не важно Да, по идее Здесь у нас находится Этот бронник Гномий Опять же Прибегаем к нашей Любимой кнопочке Автопочинки Всех предметов Так, и теперь Давайте посмотрим Куда он отправляется дальше Ну, по идее Здесь уже находится Переход Наш затерянный город На какой-то свалке Не совсем, если честно Понимаю Так как наши персонажи Не могли додуться Дойти до туда раньше И открыть там какую-то дверь Которая могла бы Сразу же На второй уровень Этого затерянного города Принестить И чуть ли Не сразу же К этому манбаду Ну, я думаю Это стоит уже Спрашивать у разработчиков Почему они решили Прибегнуть к такому Странному решению Между тем Да, мы уже Начинаем возвращаться К этому заполученному месту Вроде как Иду неправильно Нам надо везти вот сюда И встречу вас Наверное Именно там И я снова с вами Мои дорогие друзья Продолжаем исследовать Затерянный город Я только посмотрю У меня добавился Какой-то образовый ключ Который уже может Будет где-то применить И скорее всего На двери Которая находится Где-то вот здесь Для той двери Которая находится Вот здесь Потребуется уже Какой-то другой ключик Ну, вообще ладно Давайте сейчас мы Быстренько подготовимся С нашими основными бафами Там скажем Светичком И шепчущими темнями И после этого Будем уже продвигаться Куда-то дальше Да, шепчущие тени Отправляются на шестой слот Все Возвращаемся обратно И насколько помнит Меня на обратном пути Будут встречать Такие противники Как привидения Так что Их уже определенно Стоит бояться По идее где-то здесь Они нас начнут уже встречать Количество То ли две То ли три штуки Давайте наложим на себя Тоже духовную броню Так И дальше Что мне хотелось бы сделать Наверное Даже за счет от магии наложить Не, за счет от тьмы пока нет Хотя мог бы Наверное уже взять Хотя бы Чтобы хоть как-то защищаться Так И вот как видите Да Три привидения Оно к нам выходит Да, других по нам стреляют Так что Я думаю Тут вполне очевидно Будет избавиться Такого привидения Сначала От приеднего Остальные будут По-моему Не такие крутые Более крутые Нам будут встречаться Уже На следующем этаже Давайте дальше Мы избавимся от этого Так Все Броню К сожалению Пробили Но это не страшно Потому что Наша Нярвка Слава богу Уметь лечиться За счет кинжала Так Сухов Улучил новый уровень Это просто прекрасно Но было бы еще лучше Если бы мой уровень Получали почаще Те же маги К сожалению Салин свой уровень Поднимет не скоро Учет о том Что предыдущий Боим потратил 55 единиц опыта За то Что Отрубился раньше Времени Так И у Нярвка Теперь появилось Такое умение Как бой Двумя руками На уровне Грандмастера Ну вернее Как докачал Только до этой ступени А потом уже Останется Соответствующего Учителя найти Ну и все остальные Умения я буду Вкачивать уже В силу Ну вернее Очки навыков Я думаю И так Меня уже поняли Так А суховым Будем докачивать Двуручья Чтобы Почаще бил Вернее Почаще попадал Так И дальше Чему неплохо Было бы вкачать Скажем село И Нет Восприятия не буду уже Скорее удачу Да пускай будет как-то так Да в село Да удачу Для нашего варвара Так И теперь давайте Пойдем наверх Здесь мы уже были Да дверь у нас пока не откроется В общем да Отправляемся назад И дверь у нас Каким-то загадочным образом Закрывается Скорее всего за нами Кто-то закрылся И нас уже ждет Ждет прям не дождется Так что придется В таком случае Накладывать на себя Какие-то бафы Скажем Чит ветра Духовную броню И продвигаемся вперед И что у нас здесь Ветеран Капитан ополчения Да Опять же нам встречается Это название Ну и тогда получается То что мне придется Накладывать на себя Там скажем Ту же самую решительность И теперь Что мы делаем дальше Снимаем у него всю броню Так И тут у нас Оказывается Целых три Вообще думал То что за этой дверью Меня будут встречать Такие противники Как Разбойники Со своими луками Поэтому я Хитрый ветер И накладываю Обычно Это всегда происходило То что открываешь дверь А тебе сразу Какие-то стрелы Вылетают Здесь такого не было Но Оно даже и к лучшему Все От этого капитана Мы уже избавляемся От самого главного Он оказался для нас Совершенно не страшно Остальные будут Просто стоять на месте И травиться Все Этот бой Значит завершаем быстро Бежуя получает новый уровень Это просто прекрасно И кстати говоря Вот они и сами Разбойники Легкие Напомини И Напомини Причем во всех смыслах Так да Вот у Бежуя появился новый уровень В том числе даже у Салента Как-то так вот Все быстро произошло Так и Бежуя Пожалуй будем Что делать дальше Докачивать ей наверное Магию Света Или Может быть уже стоит Качать усиление магии Потому что магия Света У нас и так хорошо вкачана А до Градмастера Придется еще качаться Качаться И ей еще придется Посетить Одну неприятную локацию Как Судгерт Прежде чем она получит Это заклинание Ой вернее умение Так что это будет Еще впереди А пока что Усиление магии Будет полезно Для того чтобы Она поскорее начала Пользоваться Апостолом Лира Так и что касается Салента Тебе мы будем докачивать Что дальше Усиление магии Магию воздуха Скорее всего будем тебе докачивать Да Не очень удобно То что мне тут На экране мерцает курсорчик Вам то будет Все видно хорошо Я проверял Просто на записи Ну вот у меня Такая проблема Все таки происходит Сокурсор иногда Мне пропадает Куда-то Так ну все Вот мы уже дошли До искомой дверки Пришло самое время Открывать Ну прежде чем мы ее откроем Давайте-ка мы Опять же наложимся Нашими базовыми бафами То есть Щитом ветра Духовной броней Камнекожей И даже решительность Возможно пригодится Открываем дверь И что у нас происходит дальше Виде перед собой Огромную просто кучу противников Ну и это еще далеко не все Потому что стоит нам вернуться назад Как и здесь Нас уже кто-то встречает Как видите Разбойник и ополченцы Потом еще Сзади нас там Боевые маги плетутся Опытные И здесь у нас находится Только один боевой маг И к тому же Так вот узком проходе Я думаю К нему будет Выходить лучше всего От него может Будет лучше Быстро избавиться Как вы понимаете Да вот как видите Как-то так вот Это все произошло И я думаю Теперь уже Может будет отойти назад Потому что да Как видите К нам тут следующие Будут выходить Разбойники И лучше будет С этими противниками Разбираться Где-то вот здесь Да Будем их тут кемперить Излечимся от отравления И наложим на себя Новую духовную броню Возможно пригодится Даже Жуткая мембрана Хотя сомневаюсь уже Если честно Дальше пригодится Такое заклинание Как решительность Это как минимум Да Мембрану все-таки наложу И следующее заклинание Которое у нас будет Это ядовитое облако Все Теперь уже С этими разбойниками И ополченцами Можно будет разбираться Очень быстро Как видите Вот уже Один раунд прошел Сразу же Минус один противник Как-то так у нас Продуктивно все происходит Очень радует Мне такое заклинание Как это ядовитое облако Все Мне даже Это ядовитое облако Могло не пригодиться Так И дальше Сален-то неплохо Было бы излечить От отравления Все Он у нас благополучно Излечился Дальше накладываем на него Лечение С помощью этого Зелья И будем сейчас Поджидать наших Новых противников Кто бы то ни был К нам тут выходит маги Кто еще Просто маги Ну ладно В таком случае Просто накладываю Духовную броню И защиту от огня Полагая Кстати говоря У него там как по защите Точнее как по магии огня Это интересно Что-то как-то Забыл посмотреть А магия огня Еще не докачана Так что это не страшно Я думал то что Забыл совершенно Изучить Соответствующим Менее Раску гавани Так а тут оказывается Еще ветеран Капитан ополчения Ну в таком случае Что мы сделаем Мы сначала Разберемся С теми же магами Ну Вернее хотя бы Как-то так Затем что делать У нас бежевая Она на нас Накладывает решительность А Салент Этого капитана ополчения Будет хотя бы Усыплять Да давайте Как-то так Именно и сделаем Понятно то что На следующий раунд У нас этот капитан Начнется Из-за нашего Позвучего хаоса Так и теперь Давайте наложим Даже Идуит облака Так Ну броня У нас по прежнему Не пробита Это приятное Для нас известие И неплохо Было бы наложить На себя регенерацию Чтобы Скажем то Ужбежево Подлечить Так Дальше Этот опытный Боевого мага Избавляется с ухов Яруко пробивает Ветерану броню И все А дальше Устается просто Умирать от яда Так С этим и все Ну Учитывая то что Бывая музыка У нас по прежнему Не прекращается То У нас наверное Тут кто-то еще поджидает Интересно только Кто это может быть Ага Еще больше болчанцев И судя по всему Это все Ну в таком случае Мне ничего не остается Кроме как Ну хотя бы решительность Для начала наложить И Новую духовную броню И после этого У нас пойдет Идовит облака Все На этом мне к сожалению Магия заканчивается Ну учитывая то что У наших персонажей Так уже Кладки желтые То им в любом случае Придется отдыхать Так что Поощадили Преобегать не буду И похоже на то Что я наконец С ними расправился Довольно непростой Это был бой Согласитесь Для начинающей команды Но Мы все таки сделали это И судя по всему Наши бежевые Уже пробили броню Кстати Если правильно помню То где-то Рядом нам должен Будет встретиться Еще один противник Которого мы забыли Да это еще один Полчанец И я думаю То что с ним Мы можем справиться Довольно быстро Наложим хотя бы Для начала Светильчок Прямо посреди боя Будем надеяться На то что Он нас Как-то Врубать не будет С помощью Своего оглушения Ну Очень посмотрим Пробиваем Броню Для начала Дальше с ним Начинают разбираться Наши маги Так Очень хорошо То что мы его оглушили И на этом все Мы избавляемся От последнего противника Теперь уже можно будет Точно отдыхать И следующий противник Который нас будет Поджидать за следующей дверью Это у нас будет Сам Монбад Кстати говоря По-моему там еще не был Так что неплохо было бы Посмотреть что у нас тут Может доходить с полезного Давайте наложим на себя Шепчущие тени Открываем Открывать у нас будет Саленд Да вполне очевидно Такой был секрет За темной такой стенкой Вернее даже Затемненной Находим побольше золота Какую-то неопознанную вещь И снятие магии Да Игра прям любит Дарить это заклинание Ну в принципе Оно и понятно Потому что Поначалу игры Она довольно полезная Из-за того что Оглушение Которое из его полченцев Так И здесь у нас Закрытый сундук И стоит нам только В открытии взять эту сферу Как на нас уже Выйдут такие противники Как боевые маги Кстати Только что получил Серебряный ключ Который Не знаю где может пригодиться Наверное вот как раз В этой двери Но потом еще посмотрим В любом случае Буду переходить Даже ближе под конец А пока что да Сейчас у нас тут Уходят такие противники Как По-моему Полченс Так что давайте Сейчас мы Что сделаем Мы будем накладывать На себя бафы какие-нибудь Если честно То я даже не помню Что-то надо делать Для того чтобы Цагрить на себя Тех же противников По-моему Тут просто отдых потребуется Так что возможно Мне стоило с отдыха Поприменить Ну да ладно Выйдем просто вперед Они на нас нападут И что мы делаем Мы накладываем на себя Решительность Небесную броню И идем дальше А это оказывается Не ополченцы Даже боевые маги Ну ополченец Тут все-таки был И это оказался Даже ветеран Было довольно опасно Противникам И очень неприятно Из-за своего оглушения Так От иного мага Мы уже сразу сбавляемся За один такой удар От наших Отсущих с клинками Так И давайте-ка Сейчас мы его Даже усыпим Этого нехорошего парня Это у нас Вполне получается сделать Правда После этого Он у нас просыпается Хорошо то Что суху по нему попадает И сразу же Выносит ему броню Хотя бы В какой-то степени Так И дальше Санют у нас Лечится побольше Этого зелья Так К нам уходит Еще один ополченец Давайте Огримаем их Нашим ядовитым облаком Как невозможно Облака для них Было бы Лишко много Вполне бы на них хватило Даже Ядовитых брызг Чтобы просто Яд на них наложить Ну И так справились Просто маги Немного потратили Теперь все Идем дальше И как я уже сказал Да В следующий раз Мы будем уже Тягаться с самим Матбадом Пришло же самое время Нападать на босс Этой локации Ну Я вам так скажу То что он здесь Будет далеко не последним Потому что Тот этаж На который нам Предлагал спуститься Игра Третий Там у нас будет Приходиться более крутой босс Уже с более Крутыми противниками Которых я уже Показывал Ну И мы займемся Чуть позже Пока что давайте Возьмем Эту темно-красную бутылку Ой не бутылку Бучку Для няруки Чтобы повысить И уровень силы Так И вот она Наша Советная дверь Давайте ее открывать И вот она Ребят пожалуйста Манбад Знакомьтесь Интересно У нее этот конечный интерьер Очень ламповый Такие гербы у него Прям находятся В его тронном зале И Какое-то Какая-то Ольяне башка Опять же Для атмосферы Вообще да Действительно эпично Выглядит это место И В таком месте Нам предстоит Иметь бой Но прежде чем мы к нему Зайдем на ближайшую клетку То лучше будет конечно Наложиться Какими-нибудь полезными бафами Так Ну и что мы сделаем Мы наложим на себя Жуткую мембрану Затем Решительность Духовную броню Наверное даже Камни кожут пригодится Так же Помоги то что Манбад кидается Фары болами Так что Мы окладываем на себя Защиту от огня Просто обязательно Защиту от магии И защита от свет у меня есть Защита от свет у меня нет Но он умеет также И каким-то светом Заклинание кидаться Который может Неплохо их продамажить Хотя по-моему Это самое безвредное Что у него есть Так что Давайте идти вперед Да Мы уже готовы К этому решающему бою И Скоро мы Это задание должны будем выполнить Все Я сохраняюсь Все таки Бой с боссом Можно будет ожидать От него чего угодно Хотя по идее Бой с ним проходит Примерно так же Как и с люком В русском убежище Эй вы Как вы сюда попали Впрочем не имеет значения Элират проклянет меня Если позволю кучке предателей Провалить свою операцию Вещи безликие И погодите Ваши безликие хозяева Не помешают мне Чистить этот остров От скверны Демоны Вы вернетесь Ту бездну Которая вас породила Сразимся Ну что ж Как оказывается Банбад Какой-то фанатик Который Возможно даже беззубец И Наверное на это Кто-то мог повлиять Скажем те же демоны Которых подговорил Ну что ж Это у нас босс Который имеет при себе Глушающий удар И как я уже говорил Да он у нас умеет Кидать фаербола Так что определенно Уже хотя бы за это Устоит бояться Боюсь С ним пригодится Такое заклинание Как ледяная стрела Чтобы уменьшать Его количество атак Ну и так же Такое умение у варвара Как Вызов Чтобы Этот манбад Бил исключительно Только его Ну или хотя бы Туше танцующий С клинками Здоровье будет позволять Наложим на себя Регенерацию Продолжаем его бить Наверное сейчас Пригодится даже Новая духовная броня Почему бы и нет Так Вызов Ну что ж Как видите Где-то треть Мы уже ему сняли Возвольт пока Что не так уж сильный Как можно было бы ожидать Хотя казалось бы Предводитель разбойника Все дела Так вот Снова нас попытался глушить И мне пропадает Решительность Очень неплохо было бы Ее переналожить Так И Салента Неплохо был бы Выпить Бутылочку Так что Пускай пьет наш алкоголь Так Новая духовная броня Сейчас у нас пойдет В расход И Салента Надо будет как-то залечить Чтобы в случае чего Его манбад не вырубил Так Теперь Снова принимаем вызов Что-то любят Вот тут основной Только щитом пользоваться И больше тут Ничего другого-то не используют Как-то странно Мог бы хотя бы Те же фаерболы кидать Которую тут обычно боюсь А так это все От босса нас пускай Забавляется Сален Чтобы получить побольше опыта Который он Поднос просто боев Потерял И что нам говорит Манбад Он у нас истекает Кровью из полученных ран И падает на колени Ох не может быть Я святой воин Или рата Свет направляет Мою руку Я не могу Умереть Только не так Не сейчас Когда на мой полуострове Хозяйничают демоны И безликие А че вы говорите Ты считаешь меня дураком В труде Девонов Императрицам отменили Суккубы Она уничтожит империю Этот утурпатор Порт Мирони В моем замке Он ее марионетка Как и вы И безликие Я его знаю Я его вижу Они хозяйничали Моей голове Уже так долго Теперь я узнаю их Он считает Что может нас обмануть Но со мной Этот номер не пройдет Ни за что С меня не победить Мы восстановим Славу империи Да действительно Он сошел с ума И если все таки Верить ему На слова То получается То что На его безумие Могли повлиять Те же безликие И обычно Когда вы встречаете Каких-то сумасшедших Типичных РПГ То обычно Их словам все таки Стоит верить Потому что Наверняка Они потом могут пригодиться Я сошел с ума Кто сошел с ума Свет Свет покажет мне правду Но почему все темнеет Так темно Или рад Я Его сверепное лицо Смягчается Такое впечатление Что он видит вас впервые Вообще интересно Только Сейчас уже понял С кем он тут имеет дело Осторожно С ним еще не покончено Он найдет другой путь Его голос Собьет каждым словом Ну похоже на то Что у нас потепенно Все таки начинает умирать Пожалуйста Найдите мою дочь Скажите ей Что мне Очень жаль Скажите ей Прощай Так И похоже на то Что мы получили от него Какое-то новое задание Или Что-то ради этого Хотя бы упоминание об этом То что нам надо найти Какую-то ее дочь И передать От ее Безумного отца Извинения Ну и давайте Раз уж мы здесь То хотя бы осмотримся Его троном в зале Посмотрим Что здесь может быть интересного Ну собственно Как-то так выглядит его трон Здесь находится Какой-то кубок Судя по всему Свинишка Здесь Какая-то записка Где могли быть Какие-то приказы Так А что у нас здесь Интересно Какая-то книжечка Находится Давайте Сейчас мы Наложим на себе свет Который Субежевой И посмотрим Так А это у нас Выдержки Задненька Манбада И похоже на то Что мы Только сейчас Получаем это задание По поиску Дочери Манбада И давайте Сейчас мы Эти выдержки Быстренько Зачитаем Ну просто Опять же Пролистаю странички Потому что Как видите Текста у нас тут Очень много И я просто Не успею Тут это все Прочитать Надеюсь То что вы успеваете Тут поставить на паузу Тут зачитать Это все дело Ну и Судя по всему Да Эту книжечку У нас писал Сам лорд Манбад Ну что это будет За его дочь Мы узнаем Уже в следующей серии Скорее всего Когда мы отправимся Обратно в Нью-Сарпегаль Или Сарпегаль-море Да уже Ночная Название-то путать С городом Шестой Мичимаги И она тоже встречалась Так Находим здесь Золотой ключ И похоже на то Что пришло Самое время Вернуться назад И посмотреть Что находило За той заполученной дверью Которую раньше Открыть не могли И также Получая здесь Какую-то третью часть Каменного диска Что бы это конечно Не значило Так А здесь похоже на то Что находится Основная сокровищница Манбада Давайте посмотрим Что здесь может быть полезного На самом деле Полезного тут На первый взгляд Очень много чего Однако Нам позволяет Открыть только Вот эти сундуки К сожалению Тут нет никаких шкатулок Как-то было В том отсеке Только сундуки Здесь были доступны И давайте посмотрим Что у нас тут появилось Так У нас тут Во-первых Появилось С босса Такое зелье Как эликсир телосложения Который увеличивает Одну единицу Наше здоровье Ну вернее Телоосложение Так что давайте Сейчас мы Передадим это саленту У которого здоровья Меньше всего И опознаем Все наши вещи И полагаю На этом уже серию Можно будет заканчивать В следующей серии Мы уже пойдем Кто с самой двери Узнаем Кто там может находиться Может быть Не серия Я так же скажу Магазитам Распродавшись Ненужными вещами Которые смогу У себя обнаружить А пока что Да ребят На этом все Неплохо так Сегодня поиграли Сразились с Манбадом Получили даже От него какое-то задание Нать его дочь Ну И неплохо Было бы после этого Уже сдаться губернатору Да Это все будет Уже в следующей серии На этом ребятки С вами прощаюсь Спасибо что мне смотрели Надеюсь что Серьезно вам понравилось А с вами на связи Был ваш покорный Слугасепт Всем пока и удачи И до новых встреч В следующей серии По Мече Магии 10